Итоги уходящего понедельника Что в планах боевой подготовки? Испытание огнем на новокрайне и горел гараж. Предположительная причина пожара – нарушение эксплуатации теплогенерирующих устройств и аппаратов. Как так вышло? Просим маэстро. Учащиеся школы искусств имени Текотского получили поддержку специального фонда президента. Каждый ребенок у нас – это маленькая жемчужинка, которую учитель должен раскрыть, найти подход. Кто владел фингерстайлом? А также белорусское здравоохранение, полная закрома и финансовый стимул. Социальным работникам повысили надбавки. Насколько? Эпид-обстановка, медикаменты, кадры и оснащение больниц. Президент провел совещание с министром здравоохранения. Никто в мире так не справился с пандемией, как наша страна. За это глава государства поблагодарил медиков. Но заслуги в лечении ковида не повод пренебрегать другими ситуациями. Только благодаря оперативному вмешательству белорусского лидера удалось спасти женщину в больнице в Шкловском районе. Александра Лукашенко это крайне насторожило. Я подумал, если там так, то вот я неделю не сплю и думаю, а как же в других районных больницах? Вот я хочу вас всех предостеречь, что пощады вам не будет. И никакие лечения больших начальников вас не спасут. Вот понимаете меня как хотите. Вот один в один, что я сказал, сегодня услышит вся страна. И не только страна. К нам прикованы взгляды многих государств. Миллионы, миллионы людей это услышали. И пожалуйста, сделайте соответствующие выводы. Спрятаться кому-то за спину кого-то, или как я часто говорю, под плинтус залезть, Наталья Ивановна не получится. Изображать активную деятельность, что мы великие, нам это в стране не надо. У нас государство для народа, цитата. Но таки народ надо лечить. У нас для того, чтобы лечить, есть все. В ближайшее время системы здравоохранения ждут проверки. По поручению президента создадут мобильную группу из числа независимых специалистов, которые выборочно приедут с неожиданными мониторингами в больнице. Столб дыма за километр. На Новокрайне горел гараж. ЧП произошло в субботу утром. На номер 112 позвонила встревоженная женщина. По прибытию первых подразделений МЧС постройка уже полыхала вовсю. Педнялись языки пламени, стоял плотный дым. Спасатели в считанные минуты справились со стихией и не дали переброситься на соседнее строение. Спасено частный дом, некоторые хозпостройки вблизи пожара. Повреждено огнем, стропильная система, гаража, некоторые имущества. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – нарушение эксплуатации теплогенерирующих устройств и аппаратов. Еще один пожар, вероятнее всего, по этой же причине, произошел около полуночи в понедельник в деревне Орехово полыхала баня. Огонь уничтожил крышу и перекрытие по всей площади обошлось без пострадавших. Инвестиционные перспективы, культурные наследия и хрупкий лед. Освод контролирует ситуацию на водоемах. Как убедиться в безопасности покрытия? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране в этом году только в свободных экономических зонах открылось более 20 новых предприятий. Несмотря на внешние обстоятельства, белорусская экономика по-прежнему привлекательна для прямых иностранных инвестиций. Многие из них с зарубежным капиталом. Реализация инвестпроектов, особенно в регионах, на контроле правительства. В Беларуси собраны рекордный урожай рапса. Самый большой за всю историю. Почти 930 тысяч тонн маслосемян. Прибавка к прошлому году более 100 тысяч. Это одна из самых выгодных сельхозкультур. В этом году закупочные цены снова выросли. В 2021 прибыль увеличилась почти вдвое. Перед аграриями стоит задача нарастить производство. Выйти на миллион тонн. Работникам сферы социального обслуживания повысили надбавки. Шестой раз за год. К концу 2022 средняя зарплата составит 960 рублей. Сумма выплат будет расти вместе с базовой ставкой. Следующее повышение ожидается уже 1 января. Освод контролирует ситуацию на водоемах. Несмотря на морозы, толщина льда менее 7 сантиметров. Такое покрытие не способно выдержать вес человека. Чтобы убедиться в безопасности выхода на замерзшую реку, следует обратиться в ближайшую спасательную станцию. Там предоставят информацию о разрешенных местах спуска. Между тем, жертвы зимней рыбалки фиксируются повсеместно. Белорусское соломоплетение внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Многовековая традиция – неотъемлемая часть искусства нашей республики. Отражает все перипетии социальной истории народа, его характер, духовные и интеллектуальные приоритеты. В перечне уже есть обряды, которые стали визитной туристической карточкой страны. Гарант независимости в вооруженных силах Беларуси начался новый учебный год. Важные события в воинских частях отметили с особой торжественностью. Митинг прошел и в радиотехническом центре Вавруйска. Дальше – выполнение возложенных на солдат и офицеров задач, занятия по боевой и строевой подготовке, в частности охрана воздушных рубежей белорусского и союзного государства. 2022-2023 год объявлен годом мобилизационной готовности. Качественное проведение мероприятий боевой подготовки – основополагающий фактор сильной армии, которая в свою очередь является гарантом суверенитета и независимости Республики Беларусь. Военнослужащие белорусской армии продолжают осваивать самые современные образцы вооружения и техники в планах внезапной и комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности. Год будет насыщенным от армейских международных игр до совместных оперативных учений «Щит Союза-2023». Душевная соната. Ученики школы искусств Мини Текотского стали обладателями поощрений специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи в списке семь юных виртуозов. За всю историю существования подобной премии воспитанники учреждения награждались 22 раза. О будущих синглах – Карина Угревич. Музыка – невероятная сила, способная растопить сердце каждого человека. Те, кто владеет ей без преувеличений, могут покорить мир. Звездный час пробил и для учащихся школы искусств имени Текотского сразу семь юных маэстро удостоены поощрений специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Ребята получили свои награды за победы в международных и республиканских конкурсах. Наше государство оказывает огромную поддержку в развитии такой творческой молодежи. Ну а ребята, в свою очередь, своей дальнейшей творческой деятельностью и жизнью подтверждают эти высокие награды. Ксения Солонович с виду хрупкая, но силе ее голоса могут позавидовать многие. Звонкая сопрано уже покорила жюри не одного конкурса. Девочка и дальше планирует развивать свой талант. Мечтает поступить в Академию искусств и вдохновляет других стать частью музыкального сообщества. Матвей Найдун уверен, музыка может сказать за него все. Мелодичное звучание и невероятная техника. Вместе со своей гитарой парень в центре любой компании. Юный виртуоз учился играть на флейте и саксофоне, но струны его души затронул именно этот инструмент. Теперь барре, тремоло и флажолеты даются без особых усилий. Гитара больше для меня какой-то душевный. Ну, она радует и пальцы разминает очень хорошо руки. Года два назад начал увлекаться фингерстайлом. Вот в нем довольно хорошо тоже пошло. Вот это нравится. Прелестная София Михалап, кажется, только вчера училась рисовать ноты в тетради и исполнять короткие этюды. Но уже спустя три года виртуозно играет на фортепиано. Каждое произведение до мастерства помогает оттачивать опытный преподаватель. Совместный наш труд вместе с ребенком, с родителями. Каждый ребенок у нас – это маленькая жемчужинка, которую учитель должен раскрыть, найти подход. Если мы это не видим, не находим, ребенок может не развиться. Не всегда видно сразу, что ребенок может достичь определенных высот. За всю историю существования президентского фонда воспитанники школы искусства имени Текотского награждались 22 раза. Любовь к музыке здесь уже 95 лет пробуждают преданные делу педагоги. Сейчас в учреждении учатся больше тысячи талантов. Фортепиано, скрипка, домра, гитара, цимбалы, баян, флейта, тромбон – выбор широкий. И вовсе не важно, а ребенок хочет связать свою жизнь творчеством или просто ищет себя. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Нравственные ориентиры. В Бобруйске прошел региональный этап рождественских образовательных чтений. Форум под патронажем Белорусской православной церкви восьмой раз объединил священнослужителей, педагогов и молодежь. Чтение открыло выступление мужского всехсвятского хора. В центре внимания участников вопросы духовного просвещения общества, осмысления проблем науки и культуры с точки зрения религиозного мировоззрения, исторический путь нашей страны и роль христианства в формировании личности. Сегодня мы с вами являемся наследниками великого дара, оставленного нашими предками. Наша с вами обязанность сохранять, приумножать, развивать этот дар, потому что без духовного наследия невозможно дальнейшее продвижение, невозможен дальнейший рост человека как такового. Чтения стали отличной площадкой для обсуждения вопроса о расширении сотрудничества церкви и государства в области образования. В этом году форум посвящен 1030-летию православия на белорусских землях. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Счастливо! Счастливо!